Здравствуйте, это программа Коммунальный патруль Меня зовут Кирилл Политов В ближайшие 5 минут все самые заметные новости о недобросовестной работе специалистов сферы ЖКХ края Коротко о главных темах После ремонта хоть потоп Почему спасибо за работу дорожникам сказать хотят далеко не все барнаульцы Увести или вывести, где в краевой столице открылся второй городской полигон ТБО Зачем стоим за капремонтом, почему сроки на капитальный ремонт крыш постоянно сдвигаются Исправить недоработку призывают жители Барнаула дорожные службы на одной из улиц Мастера постелили полотно, только в итоге такие изменения на пользу не пошли После ремонта появились новые проблемы, какие сейчас узнаете Вот здесь вот они подняли, а колодец наш не подняли Ну и вот там сейчас где-то одно кольцо полностью в песке в воде Стоки в этот колодец стекают едва ли не со всей улицы Фомина По мнению горожан все из-за ошибки дорожных мастеров Архитекторы немного завысили полотно, отсюда перепад Получается, что в воде просто некуда уходить Чаша в сезон дожди оказывается переполнена Переполнена чаша терпения и местных жителей Он у нас был установлен по уровню асфальта, так, чтобы не оттопило А получается, что полотно положили очень быстро То есть, ну ничего не соблюдено, вот видно, что и бордюры, и... Ну то есть ничего не сделано, просто дорога к перинатальному центру На эту ошибку еще во время ремонта указали дорожникам сами жители Правда, просьбы были проигнорированы Теперь барнаульцев игнорируют чиновники В ответ, говорит Татьяна, они услышали, что переделать колодец должны сами горожане Надо так надо, переделали, все вместе установили вот эти столбы Чтобы колеса машин не попадали в яму Заодно приподняли основу колодца Вот только таких мер оказалось недостаточно Колодец все равно наполняется водой Там на дне проложены трубы с холодной, которые ведут к домам этой части города Замерзнет дождевая в переполненном колодце Шанс чрезвычайной ситуации увеличивается в разы, уверяет Татьяна Мы не добрались до сих пор до кранов Они вот как раз находятся на самом дне, где последнее кольцо Мы, получается, два выкачали с вами силы Два выкачали чистой воды, ну не чистой, а вода просто А там уже бутылки и, знаете, и палки Все подряд уже То есть, по факту, если этого не сделать, то просто все перемерзнет И мы будем ходить на какую-то колонку Правда, где она у нас теперь, тут вообще неизвестно Следующая история словно стала целым сериалом Речь идет о мусорном контейнере, который с определенной периодичностью наполняется под завязку Вот и в этот раз мусора там хватило бы на несколько спецмашин Картинка впечатляющая, смотрим вместе Твердобытовые здесь повсюду Но мало того, что заполнен сам железный ящик Так еще и усеяна земля в радиусе нескольких метров Все дело в том, что водители мусоровозов здесь нечастые гости, уверяют местные Отсюда вот такие горы мусора Впрочем, в такой нечистоплотности могут быть замечены и сами горожане Сюда жители складируют едва ли не все подряд В результате коммунальщики с таким объемом, видимо, просто физически не могут справиться Ждем финальной серии через неделю Посмотрим Казалось бы, километровые очереди остались в дефицитных 90-х Но не в этом случае, когда речь заходит об очереди на капитальный ремонт дома Смотрим материал наших близких коллег Улица Чайковского, улица Можайского, Держинского, улица Васильева На каждой из этих улиц найдется пара-тройка домов Состояние кровли которых можно оценить как критическое Разрушаются фасады, несущие конструкции Собственники жилья терпят убытки от бесконечных ремонтов в своих квартирах И, разумеется, всех мучает один и тот же вопрос Почему назначенная ранее очередность капремонта кровли из года в год отодвигается? Очередность, она не устанавливается региональным оператором Мы только следим за выполнением планов, которые скидывают нам Министерство строительства, транспортное и ЖКХ Алтайского края Им же, в свою очередь, местные муниципальные органы Также формируют списки тех домов, которые должны Производиться, должен производиться капитальный ремонт Вот, то есть формирование сроков Ну, вернее, не сроков, а очередности домов Фонд капитального ремонта не занимается Нет у него таких полномочий Вот на этом у нас все Напоминаю, телефон редакции в Барновле прежней 722-301 Звоните До новых встреч Обслуживание системы вентиляции Очистка дымоходов, печей и каминов Санитарная обработка мусоропроводов Поддерживать гигиену в жилых домах С компанией «Эко Сибирь» просто и выгодно Субтитры создавал DimaTorzok